Медицинская реабилитация Медицинская реабилитация – это комплекс мероприятий, которые помогают полностью или частично восстановить нарушенные функции организма. К примеру, она может потребоваться при нарушениях и заболеваниях сердечно-сосудистой центральной и периферической нервной системы, в том числе инсульте, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, полинейропатиях различного происхождения и ДЦП, а также при заболеваниях и состояниях после оперативных вмешательств на опорно-двигательном аппарате. Заболевания, которые раньше считались редкостью, сегодня все чаще всплывают на поверхности, как настоящая угроза. Например, вирус Коксаки. Название как из учебника по вирусологии, но на деле это инфекция, которая может затронуть каждого из нас. И хотя заболевание звучит как нечто из фильмов ужасов, на самом деле его можно предупредить, если знать как. Мы расскажем, что нужно учитывать и какие меры предосторожности нужно соблюдать, чтобы избежать неприятных последствий. Вирус Коксаки достаточно коварная инфекция. Особенно она опасна для тех, кто находится в группе риска от детей и беременных женщин. Этот вирус не один, а целая группа из 30 разновидностей. Тип А чаще поражает кожу, слизистые оболочки и дыхательные пути. А вот тип Б может атаковать внутренние органы – сердце, печень, поджелудочную железу. В общем, заболевание не выбирает жертву, и его последствия могут быть самыми разными. При обычном течении прогноз благоприятный. Заболевание заканчивается выздоровлением. Уязвимых категорий – это беременные женщины и дети – заболевание может протекать с осложнением. Могут тяжело переносить заболевания и пациенты с хронической патологией, ВИЧ-инфекцией. У женщин в положении инфекция может спровоцировать внутриутробные патологии у плода. А вот дети часто страдают от серьезных осложнений, таких как менингит. Без лечения такие заболевания могут привести к печальным последствиям, вплоть до летального исхода. С учетом нескольких разновидностей вирусов, как саки, заболевание может возникать и повторно. Хотя может протекать в более легкой форме. Вакцины на сегодняшний день нет, но работы в этом направлении уже ведутся. А вот меры профилактики просты и доступны каждому. Мыть руки, избегать употребления воды из открытых источников, тщательно мыть овощи и фрукты. Эти привычки помогут вам снизить риск заражения. Также важно избегать контакта с больными и соблюдать гигиену в общественных местах. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Мария Голвачева, Анна Белова. Новости Большого округа. Шутки в интернете не всегда могут быть безобидными, а кибербуллинг должен наказываться по закону. Правовой урок по кибербезопасности состоялся в стенах молодежного центра «Точка притяжения». Инспектор по делам несовершеннолетних Жанна Матвеева рассказала ребятам, чего следует опасаться, находясь в виртуальном пространстве. А также о том, как злоумышленники вторгаются в реальную жизнь людей, к чему это приводит и какой вред они могут нанести. Мы проводим подобного рода беседы, чтобы ребенок, естественно, понял, что какие-либо шутки в интернете, в любых других соцсетях, или звонки по телефону, в общем, такое баловство, это все же наказуемо все и несет какую-то ответственность, либо ребенок, либо родитель. Подобные мероприятия, они способствуют формированию нетерпимости к радикальным и экстремистским идеологиям и движениям, а также способствуют формированию у молодежи толерантности к различным слоям общества и группам. Помимо безопасного использования интернет-ресурсов, в ходе встречи с ребятами также затронули вопросы профилактики административных правонарушений, напомнили об опасности наркотических средств. Чаще всего несовершеннолетние допускают курение в общественных местах, ну и не только в общественных местах, в принципе, курение сейчас очень распространено. Электронные сигареты, обычные сигареты, вплоть доходят до того, что дети начинают курить еще с пятого класса. Также очень часто алкогольные напитки. Идет вовлечение несовершеннолетних, потому что, естественно, алкоголь несовершеннолетний никто в магазине не продаст, если только они не выглядят как взрослые. Ребятам предложили алгоритмы безопасного поведения для того, чтобы избежать неприятных последствий от встречи с дистанционными преступниками, а также продемонстрировали тематические видеоролики для закрепления полученных знаний. Антон Бутовец, Сергей Денисов, Анна Белова и Мария Головачева. Новости Большого округа. В этом году проекту «Активное долголетие» 5 лет. Около 70 его участников приехали в Дом культуры Пушкина, чтобы принять участие в викторине, рожденной в СССР. Это областное мероприятие, в котором попробовать силы решили 8 команд из разных округов Московской области. Из Сергиева Посада, Люберец, Пушкина, Серпухова, Воскресенска, Коломны, Ступина. Сегодня нужно искать не то, что нас разъединяет, а то, что нас объединяет. И вот мы подумали, что людей пожилого возраста объединяет то, что они родились в СССР, и большая часть их жизни прошла именно там. И все те добрые традиции, светлая ностальгия, хорошие воспоминания у них связаны именно с этим. И мы будем говорить о культуре, искусстве, кино, традициях, истории, связанных с большой несуществующей страной Советский Союз. Викторина состояла из нескольких раундов с вопросами. Каждый был посвящен своей теме – музыке, кино или фильму. Участники должны были за короткое время написать правильный ответ на листке и в конце передать его волонтерам. Они подводили итоги. К этой игре некоторые даже специально готовились. Мы же рождены в СССР, поэтому нам очень близкая тема. Мы жили как раз в то время, когда осваивали космос, когда очень развивалось самолетостроение. Были всякие экспедиции на Северный полюс. Поэтому нам очень интересно. Мы приехали сюда с удовольствием. Правда, готовились, смотрели. Ну, кое-что в интернете, ну, кое-что и сами помним еще. Это очень интересный квест или турнир. Помогает развивать мозги свои – это раз. Второе – это сплоченность вообще во всех коллективах, которые присутствуют здесь, в Московской области. Это набираешься много опыта и не забываешь о том, что ты вечно молодой. Получается так, как по дедушке Ленину. В конце состоялось награждение. Все участники викторины получили грамоты и дипломы. Первым трем командам вручили персональные подарки – тарелки с братовщинской росписью. Алина Рогожина, Антон Орловский, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. С 4 по 7 ноября во дворце спорта Пушкина прошел всероссийский турнир имени заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры Николая Хромова. На турнир приехали боксеры из 22 регионов России. Из Калужской, Самарской, Ивановской, Ленинградской областей и даже Перми и Тывы. 147 участников – это юноши 15 и 16 лет. Это будущее, это наше поколение, которое должно поставлять наш российский бокс. Я хочу от всей души пожелать тем ребятам, которые участвуют в этих соревнованиях, хочу пожелать крепкого здоровья и удачи, чтобы всегда сопутствовал им успех. Турнир посвятили Николаю Хромову, лучшему тренеру мира по версии 2009 года, мастера спорта международного класса Советского Союза. Он начал заниматься боксом в возрасте 13 лет. Наибольших успехов в своей спортивной карьере добился на рубеже 60-х и 70-х годов. Чемпион СССР в 1970 и 71 годах в легком весе. А в 71 году завоевал бронзовую медаль чемпионата России в Мадриде. Турнир организован Пушкинской федерацией бокса, администрацией городского округа Пушкинский, командой боксерского клуба «Рыжиков Тим». Такой турнир в округе проходит каждый год. В этом его впервые провели именно в Пушкино. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова